Две стихии, вода и воздух, рождают самый красивый вид полётов. И в Раменском, для асов малой авиации, условия лётные при любой погоде. Субботний дождь не помешал исполнению фигур высшего пилотажа над гладью Борисоглебского озера. Сегодня зарегистрировано было летали 18 участников. Участники с Москвы, Московской области, с Раменского района, с Малаховки был человек, я сам с Раменского. Ну, так, в основном, с электроуглей были. Москва и Московская область. Классические копии, прототипы, гидрошняга и даже экранолёт. Раменцы увидели весь спектр радиоуправляемого воздушного флота. Самолёты как покупные, так и сделаны своими руками. У отечественных авиатехников отлично летают изделия из потолочной плитки. Это потолочная плитка. Вы сами его делали? Это самолёт я сделал сам. Сколько времени ушло на создание? Примерно две недели. У вас в коллекции самолётов? Ну, наверное, 15. Как вы рассчитываете, чтобы он вообще взлетел у вас и с какой скоростью будет двигаться? Какие-то аналоги. Это карбон Z-Cube с размахом крыла 2300. Полётный вес 4,5 килограмма. И стоят аккумуляторы на 22 вольта. Самолёт довольно-таки адекватный. Легко контролируется. Понятно все его полётные движения. Легко компенсируется ветром. Приходилось летать мне и в сильный ветер на нём. Послушный очень самолёт. Как полетит самолёт и какие трюки сможет сделать, зависит от пилота. Важны опыт управления и манера пилотирования. И всё-таки даже самые мастеровитые не застрахованы от потерь. Дальность зависит от приёмника и передатчика. То есть передатчик-приёмник, связь между ними. Вот я сейчас, у меня был ещё второй самолёт, очень красивый, копийный самолёт. Я его сейчас потерял из-за того, что стоят на трубах сигналы связи сотовой. И, видать, потеря была сигнала. И в том месте, вот там вот, потерял сигнал. И всё, в общем, потерял из самолёта. Это вообще историческая модель, ещё родом из 70-х годов. Когда-то Джей Перкинс фирма выпускала. В 2008 году, по-моему, было 25 лет этой модели как разработки. Данный вариант – это... Извините. Данный вариант целиком самодельный. По мотивам той модели. В Раменском много любителей. И есть на пойме у нас модельный аэродром. Кстати, одним из организаторов является авиамодельный клуб. Ну, объединение наших любителей авиамоделей. Мы так и называем Сараминская пойма. Потом, 1 июня, здесь открылся первый авиамодельный клуб для детей. А до этого вообще ничего не было, только для любителей. Первый Раменский гидрофестиваль понравился и зрителям, и организаторам. На следующий год его планируют повторить и увеличить количество участников. Андрей Милентьев, Сергей Григорьев. Для программы «Городские вести». «Городские вести». «Городские вести»